Привет, друзья! Рада вас видеть на канале Фактограф. В этом видео мы расскажем о самых невероятных, необычных и порой даже жутких научных экспериментах, которые когда-либо проводились. От экспериментов с человеческим телом и животными до сжигания алмазов и ядерных испытаний в космосе. Эти исследования не только поражают воображение, но и меняют наше понимание о мире вокруг нас. Мы познакомим вас с учеными-новаторами, чьи смелые шаги прокладывали путь к будущему. Приготовьтесь к захватывающим историям, которые впечатляют, вдохновляют и заставляют задуматься о том, что наука – это не только строгие формулы и скучные лаборатории, но и бесконечные эксперименты, полные неожиданных поворотов. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. А теперь давайте вместе откроем двери в мир невероятного. Прыжки Ньютона В детстве Исаак Ньютон был довольно хилым и болезненным мальчиком. В играх на свежем воздухе он обычно отставал от сверстников. Однако с ранних лет будущий ученый обладал нестандартным мышлением. Так его первый научный эксперимент произошел в юном возрасте. Но начнем с предыстории. 3 сентября 1658 года скончался английский революционер Оливер Кромбель. В этот же год над английскими землями наблюдался просто сумасшедшие силы ветер. Ветер был настолько сильным, что суеверные англичане твердили, что это дьявол явился, чтобы забрать душу Кромбеля. В то же время в графстве Грентем, в котором жил Исаак Ньютон, дети решили посоревноваться в прыжках в длину. Сам же будущий физик, не имея физического преимущества, решил схитрить. Заметив, что прыгать лучше по ветру, чем против него Исаак, обскакал всех соперников. Позже он занялся опытами. Записал, насколько футов удается прыгнуть по ветру, насколько против ветра и на какую дальность он сможет прыгнуть в безветренный день. Таким образом Ньютон смог выразить силу ветра в футах. Вскоре Ньютон стал великим физиком. Но его первый эксперимент с прыжками относится к сфере метеорологии. Вот такой получился парадокс. Уильям Бамонт и дыра в желудке 6 июня 1822 года молодой парень Алексий Сен-Мартен получил ранение в живот, и у него образовалась фистула – отверстие в желудке. Рана была ужасающая, кожу и мышцы сорвало на площади больше ладони, пятое ребро раздроблено, вместо шестого из обломков выпирало обожженное легкое желудок. Сквозь дыру в желудке вытекал еще и непереваренный завтрак. Лечить потерпевшего взялся доктор Уильям Бамонт. Несмотря на стабильное состояние Сен-Мартена, дыра была долго незаживающей, поэтому Бамонт решил исследовать, что происходит с пищей, попадающей в желудок. В рамках эксперимента исследователь привязывал пищу к нитке, а затем вводил ее через отверстие в желудке Сен-Мартена. Через несколько часов он через ту же дыру вынимал частично переваренную еду. Согласитесь, даже звучит ужасно. Несмотря на дикость метода, эксперимент в Бамонте оказался новаторским в области исследования пищеварительной системы человека. В частности, он доказал, что пищеварение является химическим процессом, а не механическим. Starfish Prime 9 июля 1962 года американские военные провели испытание Starfish Prime. Его целью было изучение влияния ядерного взрыва в условиях космического пространства. Самый мощный ядерный взрыв произошел на высоте 400 км над атоллом Джонстон в Тихом океане к юго-западу от Гонолулу после того, как ракета Тор запустила ядерную боеголовку с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны. Практически полное отсутствие воздуха на такой высоте не привело к образованию классического ядерного гриба. Однако наблюдались другие интересные эффекты. На Гавайях на расстоянии 1500 км от эпицентра взрыва под воздействием электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприемники и другая электроника. В небе в этом регионе можно было наблюдать зарево. Его засняли на пленку с островов Самоа, расположенных в 3200 км от эпицентра. В общей сложности взрыв вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах в момент взрыва. Заряженные частицы, образовавшиеся в результате взрыва, оставались на орбите еще в течение по крайней мере пяти лет и образовали новый радиационный пояс. К счастью, через год после Starfish Prime США и СССР подписали соглашение о полном запрете ядерных испытаний в космосе. Позже к нему присоединились и другие страны. Сжигание алмаза. Эксперимент Антуана Лорана Лавуазье. Вопрос, горит алмаз или не горит, мучил ученых очень давно. Пока в 1772 году французский химик Антуан Лоран Лавуазье не решился провести эксперимент на открытом воздухе неподалеку от Лувра, на глазах у зрителей. Для этого Лавуазье построил гигантскую установку с двумя линзами, которые концентрировали солнечные лучи. Ученый, продвигая свою новую кислородную теорию горения, поместил алмаз в стеклянный герметично запаянный сосуд с кислородом. Когда крупные линзы нагрели камень, алмаз неожиданно исчез. Однако масса уже пустого сосуда не изменилась. А это означало, что алмаз не исчез бесследно, а просто превратился во что-то другое. Магия? Нет, наука. Что алмаз состоит из чистого углерода, который при нагревании соединяется с кислородом воздуха и превращается в углекислый газ. Эксперименты Габриэля Борье с отрубленной головой. Доктор Жозеф Игнас Гильотен является создателем гильотины – самого гуманного способа казни по меркам Средневековья. Гильотен утверждал, что его изобретение – это гарантия мгновенной гибели. Но так ли это на самом деле? Проверить правдивость утверждения решил доктор Габриэль Борье. В 1905 году он присутствовал при гильотировании преступника Анри Лангиля. Сразу после казни Борье забрал голову преступника. По свидетельству доктора, в течение нескольких секунд голова Лангиля оставалась в сознании. Веки и губы двигались в течение 5-6 секунд после казни. А когда Борье попробовал позвать казненного по имени, тот якобы отреагировал на звук и стал приподнимать веки. Так доктор сделал вывод, что голова после отделения от тела способна прожить еще примерно 25-30 секунд. Дальнейшие попытки исследования мозговой активности показали, что средняя продолжительность жизни значительно меньше – около 4 секунд. Затем поступление кислорода прекращается и мозг гибнет. Так что в теории голова казненного еще может мыслить в течение нескольких секунд после, осознавая реальность. Но вот говорить или кричать нет, поскольку голосовые связки и легкие остаются в теле. Обезьяна Маугли Уинтропа Келлога Вы наверняка знакомы с рассказами Ридьярда Киплинга о человеческом детеныша Маугли, воспитанном волчьей стаей. Но слышали ли вы о том, как психолог-экспериментатор Уинтроп Келлог решил поставить обратный эксперимент и воспитать обезьяну как человека? Кроме того, ученый задействовал в эксперименте собственного ребенка. В 1931 году Келлог взял домой шимпанзе по имени Гуа в возрасте 7 месяцев и стал воспитывать вместе со своим сыном Дональдом, которому было 10 месяцев. Исследователь и его жена начали обращаться с обезьяной так, как если бы она была человеком, точно так же, как со своим сыном. В ходе эксперимента ученый постоянно вел записи и сравнивал способности Гуа и Дональда. Результат поразил. Гуа справлялась со всеми заданиями лучше мальчика, за исключением овладения языком. Более того, 9 месяцев спустя Дональд стал сам подражать животному. Вместо того, чтобы использовать выученные слова, ребенок имитировал звуки обезьяны. В итоге Келлог испугался за развитие своего сына и прервал эксперимент, а обезьянку вернули в питомник. Вывод один. Скорее человек станет шимпанзе, чем шимпанзе человеком. Природа любви Гарри Харлоу. В 1960-х годах ученые стали исследовать теорию привязанности. Среди них был американский исследователь Гарри Харлоу, который провел жестокий эксперимент над детенышами макак под романтичным названием природа любви. Поведение этих обезьян в младенческом возрасте очень напоминает человеческое. Детенышей забрали у матерей в первые часы их жизни. Затем поселили в темных изолированных клетках, где было две мамы. Первая мама представляла собой чучело из проволоки со специальным приспособлением для кормления детенышей, вторая мать кормить обезьянок не могла. Зато она была сделана из мягкой ткани. После еды животные предпочитали находиться рядом с мягкой мамой. Макаки прижимались к мягкой ткани, старались ее обнять и взобраться на ручке. На основании этого эксперимента был сделан вывод, что тактильный контакт является для малышей гораздо более необходимым, чем потребность в пище. Это объясняет и привязанность детей даже к плохим родителям. Эксперимент Христофора Бейс Баллота с музыкантами и поездом. В 1842 году австрийский физик Кристиан Доплер выдвинул предположение о том, что частота световых и звуковых колебаний должна меняться для наблюдателя в зависимости от того, движется ли источник звука от наблюдателя или к нему. В 1845 году голландский метеоролог Христофор Бейс Баллот решил проверить гипотезу Доплера. Он нанял паровоз с грузовой платформой, посадил на платформу двух трубачей и попросил их держать ноту соль. Почему нужны были именно два трубача? Для того, чтобы один из них мог набирать воздух, пока другой тянет ноту. Таким образом, звук не прерывался. На перроне железнодорожной станции метеоролог разместил несколько музыкантов без инструментов, но с абсолютным музыкальным слухом. Затем паровоз стал с разной скоростью возить платформу с трубачами мимо перрона со слушателями, а те отмечали, какую ноту слышат. Потом наблюдателей заставили ездить, а трубачи играли стоя на перроне. Просто представьте, лица случайных прохожих, которым посчастливилось увидеть этот странный концерт. Через пару дней эксперимент завершился, и гипотеза Доплера подтвердилась. Изучение походки цыпленка с вантузом на попе Если вы думаете, что это прикол, то нет. В этом эксперименте есть смысл, и сейчас вы поймете, почему. Вопрос, каким образом передвигались динозавры, давно волнует палеонтологов. Для того, чтобы смоделировать их походку, используются сложные компьютерные программы, рассчитывающие вес животного, скорость передвижения, давление стопы на грунт и множество других показателей. Исследователи из университета Чили и Чикагского университета решили обойтись без лишних технологических сложностей и не прогадали. С помощью липучки они прикрепили к цыплятам импровизированные хвосты, изготовленные из композитных материалов. На вид они напоминали вантус. Масса такого хвоста составляла около 15% от общего веса птицы, что соответствует предполагаемому соотношению массы хвоста к телу у тернозавров. Цыплята с искусственными хвостами были засняты на камеру, чтобы исследователи могли наблюдать за изменениями в их походке. Результаты были убедительны, хвост действительно заставлял его обитателя передвигаться иначе, поскольку меняется угол между костями бедра и голени. Кроме того, эксперимент подтвердил эволюционное родство между современными птицами и динозаврами. Гендерная теория доктора Джона Мани Психолог Джон Мани считал, что гендерная идентичность – социальный конструкт, который формируется в психике человека в результате воспитания. Период с нуля до двух лет он называл гендерными воротами и считал, что родители могут повлиять на гендерную идентичность своего ребенка, даже если с его биологическим полом нет никаких вопросов. В 1960-х годах к Мани за помощью обратилась семья Реймер. Их восьмимесячному сыну Брюсу сделали неудачную процедуру обрезания и серьезно повредили половой орган. Врач предложил кардинальное решение – поменять ребенку пол. Мальчику давали гормональные препараты, воспитывали как девочку и изменили имя, теперь Брюс стал брендой. В подростковом возрасте мальчик узнал правду о себе и встал на длинную дорогу реабилитации. Пытаясь избавиться от воспоминаний об эксперименте, он взял себе новое имя Дэвид. Дэвид перенес операцию по восстановлению мужских половых органов, а потом даже женился. После 30 лет Дэвид стал все чаще впадать в депрессию. Он потерял работу и расстался с женой. В 2004 году Дэвид Реймер покончил с собой, выстрелив себе в голову. Так научный эксперимент сломал жизнь человеку, тем самым подтвердив, что гендер нельзя привить. Практически все важные научные открытия были сделаны в ходе экспериментов. Некоторые из проводимых учеными опытов со стороны казались очень странными. Другие – жуткими, а часть экспериментов вовсе была проведена случайно. Тем не менее, так люди пытались найти истину. На этом у нас все, друзья! Спасибо вам за просмотр! И обязательно делитесь в комментариях, какой эксперимент из нашего видео, по вашему мнению, является самым важным в истории науки.